Привет, ребята! Продолжаю начатую тему по оборудованию хоббийной столярной мастерской. Сегодня мы поговорим о ручном столярном инструменте, а точнее о минимальном наборе ручного инструмента, необходимого для изготовления столярных изделий. Сразу хочу оговориться, что данная информация будет полезна прежде всего начинающим столярам, которые хотят научиться чувствовать древесину, работая с ней без использования механических инструментов и станков. Все свои соображения я основываю на собственном опыте, полученном почти за 4 года работы в своей столярной мастерской. Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезен. Пожалуй, это самый первый столярный инструмент, с которого нужно начинать оборудование своей столярной мастерской. Без правильной и точной разметки столярное изделие вовсе не получится. Или же получится, но кривое. Поэтому на разметочном инструменте экономить не советую. Покупайте сразу качественный инструмент по максимально возможной для вас цене. Базовый набор разметочного инструмента состоит из рулетки, набора металлических линеек разной длины, нескольких угольников, рейсмусов, малки, различные шаблоны и тому подобное. Хорошо бы еще иметь разметочный нож, хотя бы один, но лучше, чтобы их было несколько, под различные задачи. Можно обойтись и без них, но в дальнейшем придет понимание в их необходимости. Поэтому лучше купить сразу. Пилы. Любая столярная работа начинается с подготовки древесины. Нужно взять доску подходящего размера и напилить из нее заготовки для будущего изделия. Это делается пилой. Также в процессе работы над изделием часто приходится использовать пилу для различных операций. Столярные пилы делятся на несколько категорий и применяются для различных целей. Их может быть весьма много у мастера, но я остановлюсь лишь на самых необходимых пилах для новичка. Пила для чернового распила. Для быстрого раскроя древесины раньше применяли лучковые пилы и одноручные длинные пилы с широким и длинным полотном. Они делились по способу пиления на продольные и поперечные. Я в своей работе использую ножовку по дереву с универсальным закаленным зубом. Такая пила способна быстро с минимальным усилием распилить доску до 30 миллиметров. Как поперек волокон, так и вдоль. Однако пиление вдоль волокон вручную я не применяю. Я делаю это на станке. Но уж если вам вздумается пилить доску вдоль вручную, то лучше использовать для этого специализированную ножовку для продольного пиления или рамную пилу. Мелкозубая пила. Для основных работ над изделием я использую пилы с мелким зубом. Тут ваш выбор будет между европейскими пилами и японскими. Разница между ними заключается в способе пиления. От себя или на себя. Японские пилы имеют, как правило, закаленный зуб, их не нужно затачивать. Европейские пилы требуют затачивания через определенный промежуток времени использования. Шипорезка. Для запиливания шипов на столярном изделии применяются так называемые шипорезные пилы. Они бывают разных видов и размеров, но применение у них одно и то же. Шипорезная пила тоже является мелкозубой. Но количество зубьев у таких пил больше, чем у обычных ножовок для раскроя заготовок. В своей работе я использую одну единственную шипорезную пилу японского типа. К слову сказать, все шипорезные пилы имеют обушок для придания жесткости пильному полотну. По этой причине они пилят очень ровно при наличии ровных рук. Рубанки. В старину эти инструменты назывались стругами. Рубанков существует великое множество, но мы остановим свое внимание лишь на самых необходимых базовых инструментах. Шерхебель. Данный рубанок отличается от своих собратьев формы режущей кромки ножа. Рубаночные ножи принято в России называть железками. Так вот, железка у шерхебеля имеет радиусную форму. Таким рубанкам очень удобно и быстро можно снять всю лишнюю древесину с заготовки. Одинарный рубанок. После шерхебеля на поверхности заготовки остаются глубокие борозды. Эти борозды снимаются рубанком с одинарным лезвием, настроенным на большой съем. Стружка из-под такого рубанка выходит довольно толстая. Этим рубанком столяр доводит толщину заготовки почти до самой разметочной линии, не доходя нескольких миллиметров. Далее в дело вступает фуганок. Фуганок. Это самый большой рубанок в арсенале столяра. Этим рубанком снимается лишняя древесина и поверхность делается совершенно ровной. Другими словами, фуганок это инструмент, создающий базовые поверхности на заготовке. Выглаживающий рубанок. Чистовой выглаживающий рубанок имеет, как правило, второе незаточенное лезвие, плотно прижатое винтом к основному ножу. Такое лезвие называют стружколомом или горбатиком. Выглаживающим рубанком доводят заготовку до нужного размера. Съем стружки минимальный. Поверхность после такого рубанка получается идеально гладкая и не требует дополнительной шлифовки. Данный вид рубанка отличается от вышеперечисленных инструментов своей конструкции. Исходя из его названия, понятно, что этот рубанок призван обрабатывать торцы заготовок. Это достигается за счет низкого угла атаки режущей кромки ножа, который повернут по отношению к основе рубанка лягушки. Поэтому такие рубанки называют оборотниками. Фасонные и специализированные рубанки. К такой категории можно отнести все прочие виды столярных стругов. Наличие таких инструментов не строго обязательно, но весьма желательно. Эти инструменты помогают выполнять различные столярные операции более качественно и быстро. Я сам использую в своей работе такие рубанки, как... Грунтубель. Зензубель. Шпунтубель. Кромочный рубанок. Фасочный рубанок. Фарточный рубанок. Отборник. Стамески и долота. Еще одним базовым инструментом столяра является стамеска, ее разновидность долото. Стамески можно иметь в количестве нескольких штук различной ширины. Минимальное количество 3 штуки. Долота на первое время можно не приобретать, так как их функции могут выполнять и обычные стамески, хотя и с меньшей эффективностью. Для стамесок очень важен такой параметр, как качество стали. Чем сталь лучше, тем лучше и дольше стамеска будет работать на одной заточке. Здесь я бы посоветовал использовать принцип соотношения цена-качество. Высококачественные инструменты весьма дороги, а дешевые стамески попросту не позволят вам нормально работать. Для работы с этим видом столярного инструмента, вам непременно понадобятся молоток и киянка. Сверление. Для сверления отверстий в заготовках столяры используют ручные дрели и коловороты. Честно сказать, я этим инструментами не пользуюсь, так как до сих пор ничего подобного не купил. Просто не смог найти подходящий вариант. Поэтому я все сверлю либо на станке, либо электродрелью. На этом, пожалуй, я закончу перечисление базовых столярных инструментов. Если я что-то забыл упомянуть, пишите, пожалуйста, в комментариях. Скажу еще пару слов о вариантах приобретения ручного столярного инструмента. Можно приобретать новый столярный инструмент в магазине. Лучшим магазином по продаже ручного инструмента я лично считаю магазин рубанков рук. Однако, стоимость нового инструмента иногда бывает слишком высока для многих начинающих столяров. Но выход есть всегда. Можно приобрести на начальном этапе инструмент бывшего потребления. На таких торговых площадках, как Авито и Юла, можно купить инструменты в хорошем рабочем состоянии по вполне приемлемым ценам. Я в свое время так и поступил. Все мои рубанки с истрорецкого завода имени Воскова я использую до сих пор. После необходимой доводки они позволяют работать вполне комфортно. Часть своего инструмента я, конечно, купил в магазине. В последнее время в Китае стали производить вполне качественные столярные инструменты и приспособления. Цена на них ниже, чем на западные аналоги. Можно рассмотреть и такой вариант покупки. Правда, ассортимент у китайцев пока не очень велик. Спасибо вам за просмотр и поддержку моего канала. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok